Министерство обороны России неоднократно обращало внимание на военно-биологические программы, которые реализуются Пентагоном на посоветском пространстве. В том числе на территории Украины сформировалась сеть, которая включает более 30 биологических лабораторий, которые можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-педагогические. Заказчиком проводимых работ является Управление Министерства обороны США по снижению военной угрозы ДИТРО. В реализации проектов принимают участие филированные с военным ведомством компании. В первую очередь Black and Witch. Работы ведутся по трем основным направлениям. В первую очередь это мониторинг биологической обстановки, как заявляет Пентагон в предполагаемых районах размещения воинских контингентов государств блока НАТО. Второе. Сбор и вывоз в США штаммов опасных микроорганизмов. Третье направление. Научно-исследовательские работы по изучению потенциальных агентов биологического оружия, специфичных для данного региона, которые имеют природные очаги и способны передаваться человеку. Например, с 2021 года Пентагоном выполняется проект диагностика, наблюдения и предотвращения занозных заболеваний в вооруженных силах Украины с объемом финансирования 11,8 миллионов долларов. В 2020-2021 годах Министерство обороны Германии проводило на территории Украины изучение возбудителей конго-крымской геморологической лихорадки, лептоспироза, менингита, хантавируса в рамках реализации украинско-германской инициативы по обеспечению биологической безопасности на внешних границах Евросоюза. Под предлогом испытаний средств лечения и профилактики коронавирусной инфекции из Украины в научно-исследовательский институт имени Уолтера Рида сухопутных войск США вывезено несколько тысяч образцов сыворотки больных, в первую очередь относящихся к славянскому атмосу. При этом деятельность биологических лабораторий, активность которых мы отмечаем с 2014 года и реализуемость Соединенными Штатами программы так называемого реформирования украинской системы здравоохранения, привели к неуправляемому росту заболеваемости особо опасными и экономически значимыми инфекциями. Так, на территории Украины фиксируется рост числа случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза. Заболеваемость кори увеличилась более чем 100 раз. Всемирная организация здравоохранения объявила Украину страной с высоким риском вспышки полиомиолита. Мы считаем, что в 2007 году штамм африканской чумы свиней с повышенной контагиозностью был сконструирован в грузийской биолаборатории подвенственного Пентагона. Его распространение нанесло существенный экономический ущерб ряду государств, в том числе Украине и Польше. Исключило их из ряда экспортеров свинины. Управление начальника войск РХБ защиты постоянно анализирует биологическую обстановку на территории Украины. По нашим данным происходит экстренное сворачивание биологических программ. Проанализированные документы подтверждают, что Министерство здравоохранения Украины поставило задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях. При этом анализ инструкции должностным лицам лаборатории свидетельствует о том, что порядок ликвидации и коллекции направлен на их безвозвратное уничтожение. По всей видимости, все необходимые для продолжения реализации военно-биологической программы уже вывезены с территории Украины. Анализ тактов уничтожения показывает проведение работ созыводителей чумы и сибирской язвы и бруцеллеза во Львовской биолаборатории, возбудителей дифтерии, сальмонолеза и дизентерии в лабораториях Харькова и Полтаве. Вот некоторые из них. Только во Львове было уничтожено 232 емкости созыводителем леспотспироза, 30 с тулеремией, 10 с бруцеллезом, 5 с чумой, всего более 320 емкостей. Номенклатура и избыточное количество биопатогенов в свидетельствах о работах, проводимых в рамках военно-биологических программ. Кураторы из Пентагона понимают, что если данные о коллекции попадут к российским экспертам, то с большой долей вероятности будет подтверждено нарушение Украины и Соединёнными Штатами конвенция запрещения биологического и токсинного оружия, а именно проведение работ по усилению патогенных свойств микроорганизмов с использованием методосинтетической биологии. Только этим можно объяснить спешку, с которой проводилось ликвидационное мероприятие. Это лишь небольшая часть документов. Мы продолжаем работу и будем вас информировать.